Будний день Валентины Ивановны Захаровой начинается с сортировки печатных изданий, заказных писем официальной корреспонденции. Вот уже 23 года она работает почтальоном 45-го отделения связи в Засвияжском районе Ульяновска. Работу свою очень любит, ведь смысл ее заключается в доставке приятных эмоций до адресатов. Один ждет письма от близкого человека из другого города или даже страны, другой – свежий номер подписного издания. Как ни странно, но до сих пор еще используются телеграфные сообщения, которые также должен оперативно доставить почтальон. И все же доставка периодических изданий по подписке является приоритетным направлением деятельности почтальонов, хотя количество подписчиков существенно снизилось. Мы по 6-7 делали пачек, подвязывали на опорные ящики, чтобы идем уже, заканчивается, подходим к опорному ящику, достаем вот такую пачку и дальше пошли разбрасывать. 6 опорных ящиков было, доставали в газету, а сейчас нет. Былые годы тетя Валя вспоминает с легкой грустинкой. Да-да, именно так ласково ее называют жильцы домов, которым она доставляет корреспонденцию. За столько лет почтальон становится своим человеком во многих квартирах. Уже и детей, и внуков, и знаю, и всех, кто там живет, и все делятся с какими-то своими проблемами, с своими сложностями. Ну, действительно, как сестра. Вообще кто-то называет вас тетя Валя или еще что-то? Кто как, кто тетя Валя, кто Валя, кто Валюха, кто уже повзрослее для них, я так вот. Где кто Валюша, ну вот так, кто как. После того, как все издания рассортированы и размещены в большую сумку через плечо, можно отправляться в путь до адресатов. Не всегда такая дорога может быть близкой, и в любую непогоду нужно доставлять корреспонденцию. 45-е отделение почтовой службы обслуживает густонаселенный спальный район города. Бывает, что ради одного письма или газеты нужно пройти пару-тройку километров. Жители приходу письмоносица Валентины всегда очень рады. Валентина Ивановна – это незаменимая. Вы знаете, я даже боюсь, когда она уходит в отпуск. Валентина Ивановна живет с моего адреса, она живет подальше. Ей и неудобно, но она, знаете, я иногда думаю, что ради меня только. Она вот в этот адрес приходит и работает. Напомню, в каждое второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День Российской Почты. В Ульяновском регионе свой профессиональный праздник отмечает более трех тысяч сотрудников Почты России, из которых главными героями празднеств, конечно, являются почтальоны. Антон Никонов и Даниил Сурков, Улправда ТВ.